Деревня Овсянка. Два года назад местная медицина взлетела до невиданных высот. Здесь построили центр общеврачебной практики. Сейчас там стоматолог и три врача. Бывает, что приезжает кардиолог, но в основном к узким специалистам больных направляют в Девногорск и Красноярск. Здесь хорошо, один минус, ходить с посёлка по дороге, с детьми, с колясками, ну далековато. Да, так всё отлично. Гораздо лучше. А раньше приходилось ездить в Девногорск, тратить какие-то деньги, ждать там с маленькими детьми не очень удобно. Это соседняя Слизнево. Тут есть фельдшерско-акушерский пункт. С понедельника специалист уходит в отпуск и за здравоохранением нужно будет ехать. Сельская медицина, очевидно, это слабое звено. За последние 15 лет, по данным Кросстата, таких пунктов стало на 250 меньше. Количество больниц в крае сократилось на 150. Число коек на 10 тысяч. Очереди, там очень долго ждёшь. Даже если ты записываешься, ну, бывает час, ждёшь потом ещё полтора-два. Первая поликлиника, третья больница. Здесь ещё одна беда нашей медицины – нехватка узких специалистов. Чтобы попасть на запись к неврологу, нужно ждать 20 дней. Кардиолога нет совсем. Уролога тем более. Он вообще один на два района. Общий дефицит врачей в крае – 3,5 тысячи. Медучреждения укомплектованы на 61%. Я бы желала попасть на приём тогда, когда я болею, а не когда, вот как сейчас мне уже... Я и ходить могу, и сидеть могу. Очень хорошо. Да. Это сейчас вот уже у меня всё. Но это уколы были. Конечно, терапевту спасибо. По данным фонда «Общественное мнение», больше половины россиян считают, что доступность медицинских услуг снизилась. Зато растёт доверие к врачам. Красноярские пациенты в основном о своих докторах отзываются положительно. Говорят, проблемы не в них. Мне вон операцию какую делали в кардиоцентре. И даже очень благодарен я всем. Вот наши лица и благодарен. Ну, зарплата, конечно, у них, у медиков, как бы тут не сказать, что сильно. Большая, копеечная. Ну, а так нормальная больница. Добавлю основной показатель качества здравоохранения – продолжительность жизни. Если, к примеру, в Гонконге она 84 года, в Москве 76, у нас в крае 69. Это далеко не лучший результат даже для России. Виталий Поляков, Михаил Масленников. Афонтова новости. Виталий Поляков, Михаил Масленников.